Леонард Бернстайн. Концерты для молодого поколения. Тост за Вену в размере три четверти. Концертная запись 25 декабря 1967 года. В филармоническом зале Линкольн-центра происходят величайшие музыкальные события. Сегодня Нью-Йоркский филармонический оркестр под руководством Леонардо Бернстайна продолжает цикл «Концерты для молодого поколения». Продюсер Роджер Ингландер. Встречайте, маэстро Бернстайн. Мои дорогие юные друзья, я рад приветствовать вас в очередном сезоне концертов для молодого поколения. В этом 1967 году два всемирно известных симфонических оркестра отмечают одинаковый 125-летний юбилей. Я говорю, во-первых, про прославленный венский филармонический оркестр, и во-вторых, про наш оркестр. Только представьте, 125 лет. Эта цифра переносит нас в 1842 год. Свидетелей тех времен уже не найти. В 1842 году родилось два оркестра. Они живы до сих пор, и не просто живы, а выросли в большие, опытные и прекрасные коллективы. Наши оркестры как братья-близнецы. Братья или сестры, не знаю. Кем бы мы друг другу ни приходились, мы обязательно обмениваемся подарками. Несколько недель назад в этом самом зале венский филармонический оркестр дал концерт, средства от которого были перечислены в наш пенсионный фонд. Тем галоконцертом мы открыли сезон. А в Антракте они передали нам золотой перстень почета. Сегодня я с гордостью надел его, и этот концерт станет нашим ответным подарком. Не знаю, видно вам или нет, но он здесь. В знак уважения к венскому оркестру, сегодня мы будем исполнять их музыку, музыку их города, музыку, которая породила их многовековую культурную традицию. Что же такое венская музыка? Одним словом не скажешь. Зато я уверен, первое, что вам пришло в голову, это вальс. Венский вальс, доведенный до совершенства и получивший распространение благодаря Иоганну Штраусу. И стыдиться здесь нечего. Да, вальсы Штрауса были в свое время откровенной поп-музыкой, но они выражают всю суть венской музыки. Сладкий, или скорее особый, горьковато подслащенный привкус, за который весь мир обожает венскую музыку, будь то Моцарт, Малер или Альбанберг. При звуках вальса Штрауса мы, как завороженные, уносимся вслед за притягательно-пластичными фразами, жизнерадостными ритмами, неловкими заминками, кружащими голову тактами, влекущей энергией его пульса. Чудесная придумка вальса Штрауса. Не нужно смотреть на него свысока. А теперь будем поздравлять венский оркестр открыто, задорно, с душой и исполним великолепный, веселый и прочувственный вальс Штрауса «Венская кровь». КОНЕЦ 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 В этом вальсе Штрауса, возможно, как нигде чувствуется воздух вены. Но со всей серьезностью надо признать, что душу вены до конца он не раскрывает. Скажем так, он показывает вену точно, но поверхностно. А вот когда мы говорим о венской музыке, включая симфонического оркестра, особенно такого прославленного, как венский филармонический оркестр, мы должны опираться на совершенно иные имена. Великих композиторов вены можно разделить на три группы. Первая, до Иоганна Штрауса, включает в себя четырех гигантов. Моцарт, Гайден, Бетховен и Шуберт. Потрясающие имена. Они основоположники, они ангелы-хранители вены. Несколькими десятилетиями позже поднялась новая волна триумфа и новая группа гигантов — Брамс, Брукнер, Малер и Рихард Штраус. Не путайте с Аганом. Эта святая четверка подводит нас прямиком к нашему столетию и к последнему триуму мировых имен. Шонберг, Берг и Веберн. В этот перечень вошли удивительные имена. В нашем концерте мы не сможем уделить внимания каждому из них, но сможем сыграть их волшебную музыку и вспомнить ярчайшие моменты их триумфа. И предлагаю сделать это не как школьные учителя. В конце концов, мы же отмечаем день рождения, а скорее в духе Иоганна Штрауса, по волшебному венскому рецепту, известному как «три четверти». Размер три четверти мы уже услышали в вальсе. Давайте остановимся на нем подробнее и посмотрим, как он служил классиком венской музыке. Вас точно эта тема увлечет. К примеру, Моцарт. В его времена такого понятия, как вальс, не существовало. Тогда лишь начали пробиваться первые ростки, из которых вырос вальс. И таких ростков можно назвать два. Во-первых, деревенские танцы, иначе их называли немецкими, крестьянскими или лендлер. Чудесное слово. Лендлер происходит от немецкого слова «ленд», что значит «деревня», «земля». Народный лендлер до сих пор жив в головокружительных танцах, которые тирольцы и баварцы задорно исполняют в комедийных фильмах или в ресторанах. Я уверен, вы все их видели. В любом случае, невозможно не заметить, что они в размере три четверти. Раз, два, три. Раз, два, три. И во-вторых, полная противоположность этому, элегантный, аристократический придворный танец под названием «Минуэт». Раз, два, три. Раз, два, три. Никакого хопцаца. Все очень изысканно. Моцарт активно использовал форму «Минуэта». Но, как истинный сын австрийской земли, он не обошел стороной старинный народный лендлер. Сначала мы исполним для вас лендлер Моцарта, а потом его «Минуэт». Посмотрите на разницу. Мы выбрали один из самых известных лендлеров Моцарта. В нем особенно прелестна середина, где бубенцы изображают приход зимы в деревню. Катание на санках. Послушайте. Катание на санках. Катание на санки. Катание на санки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В ту эпоху было принято включать Минуэт в любую симфонию перед последней частью. Такой Минуэт имел определенную форму. Три простые части, при этом первая часть и третья были одинаковыми. А средняя называлась Трио, потому что в старинных Минуэтах она исполнялась тремя соло-инструментами, то есть Трио. Традиция изменилась, а название Трио закрепилось за средней частью Минуэта, Марша, Полькия. Вся структура в итоге сводится к простому АБА, как вы сами легко услышите, когда мы сыграем для вас фрагмент прелестного Минуэта из симфонии Юпитер. КОНЕЦ 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 Девушки отдыхают Эти два танца, безусловно, сильно отличаются друг от друга. Здесь вы можете слышать венский размер три четверти образца 1788 года. Но таким он оставался недолго. Уже Гайден в своих симфониях смешивал эти два стиля, Минуэт и Лендлер, что делало симфонический Минуэт более энергичным и динамичным. Но еще большие перемены ждали размер три четверти впереди. Ведь дальше был Бетховен, безоговорочный сторонник нового и рискового, искатель и революционер. Под его умелым пером Минуэт стал практически неузнаваем. Он настолько ускорился, что назвать его Минуэтом было уже нельзя. Он превратился в скерца, что с итальянского переводится как «шутка». То, что некогда было Минуэтом с веселым ритмом на «раз-два-три», «раз-два-три», превратилось в скерца с бешеным темпом «раз-два-три», «раз-два-три». Мы сыграем для вас одну из самых гениальных скерца Бетховена из «Седьмой симфонии». С трудом верится, что эта громкая, энергичная музыка произошла от старинного, изысканного Минуэта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА